всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить режим франшизы в нхл 18 или карьеру тренера кому как больше нравится за vegas golden knights в реальности шипачева там отчислили из команды он возможно вернется в кхл насколько я читал новости подтвердите или опровергните это в комментариях я там подробности не знаю а вот почему и как это произошло но у нас в составе у нас он забрасывает отдает голевые передачи как и михаил гробовский вот ну что нью-йорк рейджерс наш первый соперник на сегодня кстати нхл опять обновилась я надеюсь что там еще не усовершенствовали ботов потому что и так было очень тяжело у нас 5 побед 5 поражений у рейджерса 8 побед 3 поражения одно в овертайме ну что ж нью-йорке на мэдисон сквейр гарден пройдет этот матч очень нестабильно пока играем но по крайней мере какой-то прогресс наметился в последней серии и были уже победы а то была череда поражений до этого надеюсь мы этот успех будем сегодня закреплять нил и нюквиста хороший момент а был нил передача назад снова нил шайбой уже делает вираж но кто-нибудь из партнеров откроется или нет вот она передача шипачев ну конечно лунквист на воротах у рейджерс смит уходит от силового останавливается и передача до что у меня с голосом прошу прощения ребят хрипота какая-то появилась с утра вообще на самом деле надо было забрасывать нас моменты есть но мы не можем реализовать их еще один бросок это уже щелчок пока все блокирует не получился же финту 78 номера вегаса но потом он подобрал шайбу и послал ее в ближнюю девятку в ближний угол лунквист здесь ничем не помог уже нью-йорк рейджерс пьер эдуард белим вот опять я хочу его назвать белимейер и ведь вы писали в комментариях как правильно читается эта фамилия а я забыл ну что прошили прошили лунквиста на самом деле здесь не без доли везения немножко курьезная шайба но вегас открывает счет здорово мы первый период отыграли лучше рейджерса и гол абсолютно по игре ух ты передача прошла на нила нил выход 1 на 1 нил красиво 2-0 переиграл лунквиста провалилась оборона нью-йорк рейджерс и мы наказываем их 2-0 очень хороший первый период надо продолжать в том же духе джеймс нил первая шайба в сезоне у него вообще ничего себе он нас не забрасывал до этого именно уже в ходе регулярного чемпионата вот это да ну что ж поздравляем нашу главную звезду по моему по рейтингу судя если то самый высокий рейтинг именно у него ну что во втором периоде нью-йорк рейджерс нас немножко придавил и стараемся действовать на контр-выпадах иногда это получается иногда нет вот снова в нашу зону шайбы заходит но правда сейчас офсайт карлсон и снова здесь зону рейджерс и снова выходим передача ой-ой-ой надо было забрасывать лунквист сейчас справился конечно надо было попадать и ким еще один перевод у вот это хорошо было сейчас прямо в 9 3-0 вегас ну вот что-то стало получаться какая-то игра у нас комбинационная рождается наконец-то евгений дадонов третья шайба в сезоне открылся на пятаке его там никто не успел накрыть отличный бросок с ходу лунквист ну ничего не мог здесь сделать точный бросок 3-0 второй период окончен счет по-прежнему 3-0 давайте посмотрим статистику 10 6 по броскам до бросков немного вязкая игра вязкий хоккей но при этом нас такой хоккей похоже больше устраивает учитывая что мы сегодня реализуем моменты а нью-йорк рейджерс нет но у них и не было явных возможностей все броски были не опасными поэтому счет абсолютно по делу перехват макнеба передача и это 4-0 но здесь нью-йорк рейджер сам ошибся привезли себе четвертую шайбу а что может сделать лунквист абсолютно ничего мы в пустые ворота закатываем шайбу сейчас вадим шипачев шестая шайба в сезоне да с передачи защитника макнеба который все сделал великолепно перехватил сам пошел вперед дождался подключения и вовремя отдал лунквиста меняются вот так вот контратака очередной ньюквист эх шайбу сохранила где помощь то где все на смену ушли видимо ньюквист ладно назад защитнику гаррисон наброс на пятак здесь поборолись атака вегаса продолжается вот здесь лишнее касание хаула все равно опасный бросок смит хаула энгеланд еще один перевод бросок еще бросок павелец или павелек заменил лунквиста и ведь сейчас угол потерял из-за того что были рикошеты попала бы туда шайба и 5-0 ух ты вот это было очень красиво очень здорово энгеланд щелчок от синий 5-0 слушайте мне кажется ботов опять понерфили и сделали их такими какими они были в начале нхл 18 то есть после того патча помните я бомбился что они очень здорово стали играть очень сильно на звезде хотя это не максимальная сложность сейчас я вижу или это в отдельно взятом матче с рейнджерс у нас все получается не знаю посмотрим в этой серии мы еще два матча сыграем и там уже может быть какой-то вывод стоит сделать ах ты ж все таки сухаря не будет у марка андре флери я так надеялся что мы сможем насухо сыграть и в обороне сейчас потел прям в третьем периоде хотя рейнджерс насел но не сдюжили не сдюжили упустили там опять таки на пятаке защитники вообще не уследили за нападающим пмпд и пожалуйста 5-1 но ничего это только ложка дегтя в бочку меда потому что матч то у нас сложился очень здорово последние секунды матча обидная последняя шайба но в целом в целом сыграли очень здорово всегда бы так действовать а в каждом матче но в каждом матче не получится само собой соперники будут серьезнее настраиваться на нас и команды вообще будут другие хотя у рейнджерс вы видели статистику они неплохо начали сезон но вот нам проиграли по всем статьям что для меня конечно удивительно сейчас оценим кто там стал главными героями этого матча этого поединка ну что нью-йорк мы взяли нью-йорк мы взяли 21 по броскам видите все по делу энгеланд гол плюс пас стоунер две передачи и бели мэйр шайба ну нормально второй матч на сегодня против бостона видите их статистику они наоборот начали нехти регулярный сезон 6 поражений уже у них но расслабляться все равно не стоит игроки это добротные в этой команде контратака не уквист наука дождется партнера или нет приходится разворачиваться да и даже щелчок он не смог сделать вариантов было мало очень все у нас как-то в обороне сидят нил уходит от защитника нил бросок интересный такой бросок кстати шайба могла и в домик залететь ай красота и нет высоко поднятой как мы терпели в обороне бросались под шайбу перехватывали передачи мощные броски были со стороны бостона и давления а потом выскочили в контратаку бросок и добивание рейли смит 1-0 вот здесь раз поймал шайбу и все никакой высоко поднятой 1-0 вегас ну что на контратаке поймали бостон вообще тяжело играется вот тут уже соперник на нас явно настроился сумасшедшие просто давление в нашей зоне нужно выстоять нужно выстоять выстоять шайба все еще здесь ну флюри играем 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 и снова контратака бели мои против двоих развернул ну надо было в дальний попробовать раз на месте я в дальний вроде шайбу и направлял она пошла в ближний четвертое звено у нас на льду и надо терпеть надо терпеть последнюю минуту периода надо этот период взять выиграть его сожалению вбрасывание проиграли очередная атака бостона гробовский можно силовой здесь делать почему бы и нет не пускаем не пускаем не пускаем не пускаем бостон свою зону все-таки зашли в отрану остановили его передача так тихо 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 что так судья не защитывает шайбу но вообще это было очень странно но он затолкал вместе с вторым шайбу я не знаю это должно засчитываться это не должно засчитываться ну реально не должно за 7 десятых до конца судья не защитывает шайбу все отлегло слава богу да могли пропустить в концовочке могли ну что на статистику смотрим 6 5 по броскам оказалось что бросков у бостона куда больше ну и время в атаке вот тут показательно 325 у бостона нас 207 и процент передач всего 68 нас опять низкий процент передач надо с этим что-то делать ой штанга бросок-то был очень добротный со стороны шипачева можно было забрасывать так и снова атака бостона держимся ухты а угол был открыт и флеры ничего не видел как мне казалось марк андре великолепен великолепная комбинация смит почувствовал партнера куда он будет смещаться и открылся под идеальный пас смещение в центр и в девятку прям бросок рейли смит 2 шайбы великолепен просто сегодня вот здесь раз все убили защитников никто не мешал из центра пожалуйста раз к второй раз пропускает 2-0 и снова быстро контратака вот он вот она наша стихия похоже а вот это здорово после финтов карлсон неожиданный бросок хотя почему неожиданно не знаю вроде вратарь все видел но вот тут уже ошибка может быть раз к вильям карлсон четвертая шайба в сезоне вот здесь раскачал защитник смотрите раз финт но и был до этого еще фильм здесь не показали еще когда в зону только заходил и да раз пропускает подмышкой и это 3-0 ну что второй период давление бостона спала но у нас моментов стало все больше и больше у чужих ворот ханзал еще один бросок и можно на подборе сыграть да сыграли на подборе передача плюшка ломается как же не вовремя штанга нас выручает уже не в первый раз по моему в этом матче и на бостон снова взялся за дело снова собрались еще один бросок сумасшедший марк андре флюри как ты это тащишь я не знаю шипачев набирает ход набирает скорость прострел ой нил надо было попасть надо было попасть и хорошо открыться подбросок сделать счет уже 4-0 в конце то второго периода очень было бы не лишним ару там вдвоем пытаются прессинговать но ему то что спунер а 3 в 2 выход еще один бросок марк андре марк андре просто лучший нил да ну что пока опять насухо играем еще 3-0 не без везения нас поиграем сразу скажу 10 11 по броскам видите бостон в конце периода аж перебросал даже нас в общем в общей статистике так что надо собраться потому что так играть нельзя как в начале первого и в конце второго периода чудом что мы не пропустили в эти отрезки великолепен смит просто великолепен он в последнее время в этой серии герой по моему да герой серии рейли смит хэтрик хэтрик смещение в центр просочился сквозь защиту не стали его там цеплять нарушать на нем правила хотя могли они успели даже там силовой прием пытались применить ну и все и раска меняет смотрите все как под копирку как с рейнджерсом так выход один на один контратака получилось 5-0 обманули худобина худобин если что заменил раска и своему соотечественнику забрасываем да сделал это давид перрон кстати голевые раздавал в этом матче тоже хорош но здесь убежал после перехвата перепасовка была между защитниками бостона ну и дальше дело техники 5-0 я уже прям чувствую что наверняка кто-то напишет под этой серии сложность поменял ребят я вам клянусь играю также на звезде ничего абсолютно не менял только было вот обновление нхл и похоже похоже я говорю ботов вернули в первоначальное состояние это мне больше нравится если честно потому что на звезде на звезде они не должны были так играть как играли по ходу прошлых двух или трех серий не помню здесь в регулярке обычно такой уровень игры во всех нхл и был то есть вот потом уже ближе к концу регулярки в некоторых отдельных матчах было очень сложно ну и конечно в плей-офф там самая жесть начинается плей-офф нхл вот а у нас далеко не самая сильная команда по составу далеко не самая сильная поэтому было бы крайне тяжко выходить на посмотрим я говорю может быть это вот сегодня только прет у нас команда на ходу еще что-то не знаю соперники не подъехали потому что такой реализации от вегаса я вообще не помню ну серьезно эх почти все моменты мы используем практически стопроцентная реализация гаррисон еще может быть будет шанс так уходим от силового заходим за ворота но кто-нибудь откроется никто не открывается одна с нюквистом сыграем нюквист открылся тут передача назад гаррисон шайба не ушла за синюю линию гаррисон удобен на месте так снова перехват отлично играем за ворота пас нет там не успели там уже не успели возможно я просто стал играть прямолинейнее что ли проще и от этого результативнее может быть этого не хватало нам не стал плести кружева какие-то чужой зоне и все сразу бросаю там выходы один на один стали получаться и вот видите чему это приводит 6-0 убрал защитников нюквисты в дальнюю девятку ну что это сухой будет сухарь надеюсь сухой матч для марка андре флюри очень хочу чтобы так оно и было густав нюквист но это было здорово это было здорово убрал можно было делать передачу сам решил эпизод в итоге их удобен две своих шайбы получил о первое удаление вообще на сегодня кстати да удаление вообще нет ни с нашей стороны ни со стороны соперников вот за 6 и 9 до конца с бостоном первое удаление сегодняшней серии вот это удивительно конечно только сейчас понял что реально удаление то нет ну что ого опасный бросок 6-0 ребят 6-0 после 5-1 ну что-то мы разошлись что-то мы в этой серии разошлись и меня это не может не радовать три звезды я думаю там смит будет первым да за хэд-трик перрон гол 2 передачи вторая звезда и нюквист гол плюс пас третья звезда ну красавцы же по броскам кстати 17 17 я говорю реализация и третий заключительный матч на сегодня против оттавы сенатор с 8 побед у них у нас уже 7 было 5 5 до перед этой серии уже 75 и надо делать 85 и как раз оттаву догонять по количеству побед и очков вообще хотя у них там есть поражение в овертайме у нас таких нет и по очкам мы все равно будем уступать тем не менее все равно надо играть на победу естественно не хочу серию побед прерывать едва начавшуюся да снова смит шайбой передача ух ты на хаулу как вырезал хаула сам бросать решил заблокировали здесь у борта ну а шайбу то почему не взяли ай-яй-яй контратака оттавы в нашей зоне уже игра аккуратнее здесь нужно передача защитников вытягивают вытягивают они с пятака защитников так спокойно флюри взял таки шайбу сначала в штангу постукался как это любят вратари в этой нхл перрон хорошая ему передача перрон и зайди не зашла шайба за шиворот вратарю за ворота залетела хаула разворачивается перевод защитнику я думал она вышла из зоны ладно шайба не вышла вновь точнее вышла а вот теперь уже снова зашла и так кому сделать передачу кому сделать передачу додонов подключился еще пас ну бросок нужен хаула почему не бросаешь еще один бросок очень такая скучность там большая на пятаке у оттавы бели мэйр вышли здорово опять в контратаку ну-ка остановился бросок в ближний нет не зашла не зашла шайба момент хороший первый период завершён счет 0-0 вот оттавы уже достойное сопротивление показывает причем у нас посмотрите на их точность передач 97 процентов сумасшедшая точность для хоккея времени в атаке у нас больше при этом 71 на 1 процент у нас нормальный наш процент вообще хочу стремиться к 80 но пока вообще не получается 3-3 по броскам продолжаем нил и нюквист нил и нюквист ну-ка как как засейвил вратарь оттавы то кто там у них играет и на воротах я даже еще не видел ни разу потому что это первый момент существенный и вот здесь уже не реализовали и снова нюквист нил почему не бросаешь почему вообще шайбу не взял что это было середина второго периода а с ним и матча стоунер хан зал в ближний угол рещи бросай рещи почему так долго-то он обрабатывал шайбу дал возможность андерсону спокойно занять этот угол прочитать эпизод да тут у нас уже с реализации какие-то проблемы начались но и оттавы пока тоже самое не могут они забросить и до донов промахивается по шайбе когда должен был попадать должен был просто обязан был здорово 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 линдберг опять терпели 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 выскочили и забросили похожие шайбы кстати сегодня залетают заметили оскар линдберг первая шайба вообще в сезоне убрал подработал бам в ближнюю девятку опять и андерсон ничего не смог сделать пробили 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 обыгрываем защитника это главное один в один стали обыгрывать стало получаться и выходить под опасный бросок второй период завершается 1-0 скользкий очень счет очень скользкий бросков мало 9-9 ну посмотрите точность у оттавы чуть-чуть снизилась у нас тоже 70 91 процент но время в атаке теперь у оттавы конечно больше я говорю мы терпели 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 выскочили забросили только так и получается пока играть нюквист разгоняет атаку опять вегаса нюквист сам хорош 2-0 просто сам убежал и нашел щелочку как я люблю говорить в нхл и снова контратака и снова контратака контр-выпад у нас в этой серии получается три подряд гостевых поединка и во всех мы играем на контратаках и это приносит свои плоды приносит успех густав нюквист раз убрал андерсона и все на высокой скорости все это сделал и вратарь просто не успел переместиться третья шайба у нюквиста сезоне ай перекладина белий мэйр вообще остановился и бросил уже без скорости до донов нет не зацепился за шайбу ну что 2-0 6 минут до конца оттого пытается давить но ошибается вот так вот при пересечении синей линии назову это так ой здорово как и забросит 3-0 классная комбинация успел убрать еще под неудобную и ближний угол бросить наш хоккейс сейчас посмотрим кто это был не успел я разглядеть это линдберг линдберг вторая шайба сегодня вот у этого парня тоже сегодня пошло раз-два все готова андерсон до свидос как здорово мы сегодня играем а сама можешь нравиться особенно в обороне в обороне мне нравится как действует команда вот те настройки которые я сделал перед прошлой серии да тактические стратегические они реально помогают да может быть играем где-то от обороны сейчас но составом вегаса и учитывая что это новая как абсолютно команды в нхл хотя игроки тут есть у нас составе опытные выступавшие ранее в нхл естественно тем не менее команда только создана и пока что на первых парах я думаю правильная тактика играть именно от обороны посмотрите что она нам приносит разгромы соперников вели мейра правда сейчас удалился совершенно не вовремя я думаю ничего страшного ханзал мы еще и в меньшинстве комбинацию здесь организовали эх жаль вратарь на месте я хотел бы четвертую шайбу ворота андерсона организовать давай ханзал надо выиграть надо выиграть это вбрасывание не получилось а вот с вбрасываниями по-прежнему беда у меня никак в этой нхл у меня не получается стабильно их выигрывать то есть иногда получается иногда нет где-то наверное 40 на 60 то есть 40 процентов это получается выиграть вбрасывание 60 нет так напомню мы все еще в меньшинстве и вот это опасно а почему он не бросал они стали играть хитрее но это принесло только нам пользу на самом деле но моменты пошли тут один за другим надо все-таки от обороняться все мы в пятером и сразу контратаку карлсон карлсон давай карлсон передача ох ну как же так я уже видел эту четвертую шайбу в воротах оттавы а вот и четвертая шайба в воротах оттавы хаула опять успел переложить шайбу и спокойненько на противоходе андерсона поймал за 42 и 3 до конца эрик хаула пятая шайба в сезоне и снова разгром снова 4-0 потрясающий хоккей мы демонстрируем особенно такие реализации даже в этом матче в начале да несколько моментов не реализовали но вы сравните с тем что было в прошлых сериях да где вообще ничего не залетало даже более опасные моменты мы не реализовывали а тут все прям летит причем игроки отличаются те которые не играли первую скрипку да у нас команде доселе и это пятая шайба шипачо в какую передачу отдал ну и нюквист да по-моему не подвел вадима воспользовался грамотной передачей густав нюквист вторая шайба сегодня четвертый сезон здесь раз раскачал бам назад перед ой красота все получается сегодня ну реально все 5-0 и победная серия разгромная победная серия вегаса продолжается мы сейчас после матча конечно посмотрим насколько улучшилось у нас турнирное положение думаю существенно вспомните на каких местах мы были там чуть ли не в самом самом конце самом-самом подвале таблицы нхл и дивизиона и конференции и всей лиги сейчас все лучше я думаю намного лучше а по разнице шайб вообще наверное одни из лидеров теперь 1724 по броскам видите да то есть оттава нас перебросала но это им никак не помогло марк андре флери первая звезда нюквист и линдберг вторая третья ну красавцы и так смотрим лидер команды у нас теперь райли смит да если смотреть статистику игроков насколько я понимаю да у него 11 очков 3 шайба 8 голевых передач дальше идет перрон и белли мэйр по 10 гробовский 9 шипачев 8 карлсон 8 ну такая шестерка топ-6 у нас да по шайбам перрон лидер они от гробовский все еще 7 у него и шипачев и перрон до 6 6 по голевым передачам смит и белли мэйр а еще и стоунер защитник в общем все очень здорово а вот показатели плюс минус интересно кто лучше у нас защитники энгеланд и макнеп 15-14 потом и кинобили мэйр то есть с ними у нас все хорошо когда они на льду интересно ну а теперь самое интересное это конечно статистика команды так дивизионе мы уже на пятом месте уже куда лучше чем было конечно не в числе лидеров но тем не менее у нас на два матча меньше допустим чем у аризоны на один матч меньше чем у лос-анджелес кингс и отставание от лидера даже от сан-хосе всего лишь три очка поэтому можем спокойно догонять это в дивизионе что касается западной конференции что у нас здесь мы тут на седьмом месте очень здорово идем и опять таки тут матчи в запасе есть далее вся лига но тут уже поскромнее да тут мы уже на 16 месте но вот я говорю это из-за провального старта мы еще свое наберем я думаю если также продолжим действовать я думаю наберем вот друзья ну что спасибо вам за просмотр не забывайте про лайки и комментарии серия получилась очень крутой в плане результатов и игры самой далее нас ждет торонто и другие команды я думаю что будет посложнее чем сегодня 5 1 6 0 5 0 это конечно здорово и особенно в обороне отыграть идеально практически но дальше торонто и монреаль нас могут потрепать увидимся пока